Подтужный Денис Николаевич приехал разбираться по возникшей ситуации. Здравствуйте, уважаемые друзья! Я думаю, вам наверняка интересно, что же там продолжает происходить в колхозе Красный Труженик. А происходит там следующее. Приехал туда вертолет. Прилетел вертолет, да, прилетел волшебник на голубом вертолете, как говорится. И понятно, на основании чего туда вообще вертолет прилетел, потому что когда туда приезжал Боков с приставами, и его туда не пускали, хотя было в рамках Российской Федерации законное решение суда Российской Федерации, почему-то вертолет не прилетал, хотя я опять-таки же ни в коем случае не топлю за Бокова, для меня они одинаковые оба негодяя и мерзавца, что Боков, что Подужный. Но просто сам вопрос интересный. Боков приезжал с решением суда, его не пустили. Теперь Боков нанял там каких-то бандюков-чоповцев, пришел, занял помещение, и тут прилетел целый вертолет. Хотя он, судя по законам Российской Федерации, он является законным председателем в настоящий момент. Что происходит? Кто вертолет прислал? Кто оплачивает это удовольствие? Потому что абсолютно непонятно, кто платит, кто заказывает музыку. Самое интересное, что с этим вертолетом прилетела команда определенная, причем-то команда из управления губернатора. Это прилетел, насколько мне известно, заместитель, руководитель администрации губернатора по фамилии Кравченко Алексей Алексеевич. И прилетел министр, по-моему, территориального развития, там как-то так он сейчас называется, который является также давнишним одним из самых молодых, ключевых единороссов на Камчатке, пруткий Денис. Так вот, какой их интерес? Кто им заплатил за полет? Тоже большой вопрос возникает. Что они там делали? Чьи они там интересы представляли? То есть вообще очень много вопросов возникает. Мне вообще было бы интересно, как бы вы прокомментировали, особенно как бы прокомментировали колхозники вообще эту ситуацию. Видео я вам сейчас покажу с места событий, когда уже вертолет прилетел, там куча силовиков, там все эти находятся представители прилетевшие губернатора, я так понимаю. Хотя при этом до этого времени, когда люди раньше обращались, просили помочь колхозу, обращались к губернатору, обращались еще раньше там к министрам разного рода, они говорили, что это ваши там коммерческие дела, это ваши там частные проблемы, вопросы. Мы к этому никакого отношения не имеем, мы в это вмешиваться не будем. А тут, на тебе, чуть ли не непосредственно от губернатора, чуть ли не сам губернатор прилетел туда. Опять-таки же вопрос, кто платил вертолет? Когда у вас какие-то ситуации случаются на Камчатке, там, знаете, люди попадают в какие-то там серьезные ситуации, там, на дороге, либо там в горах, там, то у МЧС нет вертолета, чтобы туда отправить. Витя Сяра тоже просто так не летает, никто почему-то не помогает. А тут, на тебе, раз, и оказалось, что и деньги есть, и вертолет заправленный уже стоит на готове, и, пожалуйста, прилетели как зазрасти. Потужный, Денис Николаевич, приехал разбираться по возникшей ситуации. Самое интересное, дорогие друзья, что буквально недавно в одном из предыдущих роликов мы рассказывали вам, что Денис Потужный дает взятки должностным лицам, что там можно квалифицировать, как коммерческий подкуп, но сам факт, что уголовная статья, она вполне может нарисоваться. Кроме того, до этого администрация Потужного и сам Потужный не пускали Бокова, несмотря на то, что Бокова была на руках решения суда Российской Федерации, на занятие этого помещения и занятие, как говорится, кресла председателя, команда Потужного не пускала его туда, то есть тоже получается уголовное дело в исполнении решения суда, и это никому не интересно. А тут в этом вертолете оказывается сам Потужный. Вместо проверки по его, конкретным фактам его преступлений, вместо этого Потужный вместе с представителями администрации губернатора полетает разбираться в этой ситуации на вертолете. Вообще в истории Камчатского края были такие случаи, что снимали целых прокуроров за нецелевое использование вертолетов, там полеты, например, в долину гейзеров, да, вот он был такой случай в истории Камчатки. А здесь без проблем взяли вертолет, полетели, полетели. Кстати, вопрос так и непонятно пока, чем закончился, потому что вопрос так и не решен. Люди Бокова пока помещение не освободили и продолжают там, так сказать, держать оборону. Чем это все закончится пока непонятно, но мы вас будем держать в курсе. В общем, друзья, вся эта ситуация для нас очень четко и прозрачно показывает, что на самом деле происходит в Российской Федерации и Федерации. На самом деле всю музыку заказывают олигархи. Когда олигархи оплачивают вертолеты, работу силовиков и все остальные там вот эти детали, тогда силовики работают, тогда возбуждаются дела, тогда они готовы прилететь любое место по заказу, по звонку. А когда им простой человек пишет заявление, может годами ходить писать заявление, и я думаю, что большинство из вас с этим сталкивалось, можете написать в комментариях. Каждый, кто из вас писал когда-то заявление на какое-либо реальное преступление, я вот рассказывал, как недавно в соте проектировщик, буквально вот на днях произошло фактически домогательство к детям со стороны взрослых мужиков, и никто ничем и не помог, и полицейские приехали и уехали. Зато когда вопрос касается олигархов, дележки имущества, тут как тут и вертолет, и чиновники, и силовики. Я к данному видео, что еще хочу добавить, по данному видео будет выложена статья с сайта Камчатка.Лайф, с телеграм-канала Камчатка.Лайф, очень объективно написанная про осадки в виде чиновников и силовиков в Запорожье. Я думаю, что она тоже будет вам интересна, знакомьтесь с ней, ну и продолжаем ждать развития событий, будем вас информировать про борьбу за народное предприятие. Субтитры подогнал «Симон»!